Главная промышленная выставка России. Екатеринбург готовится к проведению Иннопрома 2012. Финансовые споры и задержки в строительстве инфраструктуры ставили под вопрос проведения мероприятия. Новый губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев принял окончательное решение Иннопрому быть. Что даст промышленная выставка Уралу? Ответ у Натальи Ершовой. Технологии для человека. Планируем будущее, строим будущее. Столь амбициозная формулировка является девизом июльской выставки Иннопром 2012. Уральская столица всерьез готовится к проведению столь масштабного мероприятия. Для Екатеринбурга Иннопром своего рода тренировка. Через 8 лет город планирует провести экспо. Масштаб этого мероприятия можно сравнить, если только с Олимпиадой в Сочи и Чемпионатом мира по футболу. Экспо проводится более 150 лет, но Россия еще ни разу не принимала гостей. У нашей страны 4 соперницы. Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия. Именно Иннопром должен показать, что Екатеринбург готов принять экспо. До начала промышленного форума остался месяц. Процесс подготовки Иннопрома оброс мифами. Чтобы заменить их на факты, на контакт с прессой вышел губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Целесообразность будущей выставки подтверждена цифрами, заявил он. Уралу Иннопром должен принести ощутимый доход. Эффективность пребывания на выставке здесь и рассчитана организаторами выставки минимум 2 дня. Что такое 2 дня? Это один ночлег и несколько обедов, ужинов и встреч. Это достаточно оказывается серьезные деньги, которые приходят сюда. Эти деньги идут в полный проект окупаемости. Наибольший приток инвестиций ждут от заключенных договоров. 180 миллиардов рублей – это цифра 2011 года. Для сравнения, бюджет выставки должен составить 300 миллионов рублей. Вопрос, который волновал журналистов больше, чем цифры – это здание Екатеринбург-экспо. О нем не только рассказали, но и продемонстрировали. Часто приходится в прессе читать, что Иннопром построен на болоте, здесь бегают лягушки, везде протекает вода. Мы находимся в павильоне, где будет проходить выставка. До этого были в форумной зоне. Лягушки нигде не бегают, вода не протекает. Местность вокруг действительно заболотная. Но в болотной местности построена одна из столиц Российской империи – Санкт-Петербург. Есть очень несложные дренажные технологии, которые позволяют выводить воду из почвы. Чем же уральские инноваторы планируют занимать такие площади? Акцент выставки будет сделан на промышленном дизайне. Мы собрали семь самых выдающихся выпускников Урал-ГХ, выпускников, которые работают в Сименс, в Бош, в Пежо. Люди, которые, один из них реально создает прототипы автомобилей, которые Пежо будет выпускать завтра. Если получится, мы очень хотели бы в выставочной части привезти реальные вещи, продукты, созданные интеллектом уральских выпускников Урал-ГХ. Помимо звездных выпускников Уральской государственной архитектурно-художественной академии, на форме будут присутствовать знаменитые зарубежные дизайнеры. Своим опытом поделятся идеологи Apple, Samsung, Asus. По словам организаторов, такие гости помогут и на промо занять свою информационную нишу зарубежных СМИ. Это, в свою очередь, повысит шансы Екатеринбурга стать столицей Экспо-2020. Наталья Ершова, Даниил Свидерский, Телеканал Просвещение.